Как отношения с отцом влияют на жизнь женщины? Оставайся в этом видео со мной до конца и узнаешь все лайфхаки и секретики. С тобой Марина Хмеловская. Итак, дорогие девочки, женщины, давайте сегодня поговорим о важной теме – папа и я. Итак, давайте начнем с того, что главный мужчина в нашей жизни – это всегда отец. И то, что мы не прожили со своим отцом какие-то обиды, какие-то недоигранные сценарии, всегда будет воплощаться в нашей взрослой жизни. Например, если папа был холодным, не обнимал, не целовал, не уделял внимания, был такой, знаете, закрытый, то женщина во взрослом возрасте будет искать эту любовь у мужчин и подсознательно выбирать точно таких же холодных, отталкивающих мужчин. Потому что у нее будет проекция на папу, у нее будет незавершен этот сценарий, когда ей на самом деле хотелось прийти и сказать, пап, обними меня, поцелуй, скажи, что я твоя принцесса, покачай меня на ручках. Она не выберет теплого мужчину, потому что в нем она не сентифицирует папу, она выберет именно такого холодного, неприступного и будет добиваться его любви, потому что она не добилась любви от своего папы, вот этого ощущения любви. Конечно, если женщина пойдет в терапию или придет ко мне на консультацию, либо в наш консультационный центр, к нашим ученикам, конечно, это тоже можно все проработать за один сеанс в нашей сфере кармологии так точно. Или, например, мой папа ушел, когда мне было пять с половиной лет. Они развелись с мамой, и каждый раз, когда мой первый муж долго не возвращался, не брал трубку, и мне казалось, что он где-то там ушел, куда-то задерживается, я очень сильно начинала агрессировать на него. Мой второй муж Алексей Просекин, которого вы все наверняка знаете, никуда от меня не уходил и нигде не задерживался, но для того, чтобы жить по вот этой программе, нервничать и переживать, когда мужчина куда-то уходит, мне достаточно было таких мелких бытовых ситуаций. Например, мы идем вместе по супермаркету, тут он идет рядом, я куда-то отвлеклась, через 10 секунд поворачиваю голову, его нет. У меня начинается паника, где мой мужчина, что происходит? И у меня прям начинает подниматься вот прям злость. Вот казалось бы, ну ушел он в соседний отдел, ну что он ушел, ну что тут такого-то, ну позвони своему мужу, все нормально, он рядом где-то пошел в супермаркет на соседние ряды. Чего ты злишься? На кого я в этот момент злюсь? Конечно же я злюсь в этот момент на папу, который ушел, и которому я не высказала какую-то претензию, обиду свою детскую. Ну безусловно сейчас у меня этого нет, потому что это проработано, но когда-то давно, там лет 10 назад, это было осознанно, для меня тогда это был вообще в принципе инсайд. Дальше идем. Если, например, папа пил, бил маму, и девочка на это смотрела, она может сделать несколько выводов. Первый вывод. У меня не будет никогда так, как у мамы с папой. Вот никогда. Чтоб я связала жизнь с алкоголиком или с тем, кто меня бьет, никогда. И тут работает такой кармический механизм. Все, что мы осуждаем, становится нашей судьбой. То есть как бы вселенная говорит, ну никогда, ну хорошо, сейчас посмотрим. И каким-то волшебным образом обстоятельства складываются таким образом, что девушка попадает именно в такие деструктивные отношения. Почему? Потому что вот этим своим осуждением она активирует родовой сценарий. Она осуждает маму, что мама не ушла из этих отношений. Она осуждает папу, что папа так себя вел. И через осуждение активирует этот сценарий, попадает в точно такую же ситуацию. И как бы вселенная тут играет такую кармическую злую шутку. Ну на, возьми обувь своих родителей и пройди этот же путь. Для того, чтобы не осуждать. Для того, чтобы понять свою маму, ее боль. Понять своего папу, его боль. Выучить какие-то кармические уроки. Второй сценарий, который может развиваться, если папа был абьюзинным. Женщина ставит вообще крест на своих отношениях. То есть там настолько было больно, и она видела ту боль, которую папа причинял маме, что она делает выводы, вообще не строит никаких отношений. Любое отношение замуж, не-не, без меня. Спасибо, можно я пойду погуляю? Мне так проще, мне так легче. Либо женщина становится очень сильной. Для чего? Для того, чтобы быть сильнее мужчины. Чтобы мужчина не сделала ей больно. И тогда она может выбирать бессознательно более слабых мужчин. То есть которыми она управляет, за которых она несет ответственности. Потому что если рядом сильный физический мужчина, который бьет, или которым она не может управлять, он там пошел в разгул, тогда для нее это равно боль и равно унижение тех, которые пережила мама. Если папа наоборот, опекал, носил на руках, был супер-супер примером, то есть у девочки может появиться идеализация мужчины. И она может вообще всю жизнь искать того идеального папу, который дарил маме цветы, который носил ее на руках. Вот этот внутренний образ папы может искать в других мужчинах и не находить. И все будут не такие. Тут важно это осознать. Важно осознать, что папа отдельно, мужчины отдельно. Что у папы своя роль, у других мужчин в ее жизни своя роль. И безусловно научиться снимать вот эти розовые очки, вот эти идеализации. Понимая, что идеальных партнеров нет, идеальных людей нет. Есть люди, недостатки которых ты можешь принимать и жить с ними нормально, адекватно. А есть люди, недостатки которых ты категорически не можешь принимать. И тогда с ними просто не надо связываться и вступать в какие-то отношения. Поэтому, дорогие девочки, если вам было полезно, ставьте лайк, описывайте свои ситуации под этим видео, пишите свои вопросы. Самые интересные и актуальные я выберу для того, чтобы записать следующее видео. Кому откликнулось, кто узнал себя. И, конечно же, вы всегда можете поддержать наш YouTube-канал абсолютно любой суммой. Все ссылочки под этим видео мы всей творческой командой вам благодарны. Благодаря вашим донейшнам, вашим взносам у нас есть возможность развивать канал и платить сотрудникам нашего YouTube-канала. До новых встреч! С вами была Марина Хмеловская.